Рашистские войска уходят из Джанкоя, там начали организовывать эвакуацию рашистских военнослужащих, но они поняли, что мы Джанкой полностью огневым контролем, мы покрываем территорию всех военных объектов в районе населенного пункта Джанкой. Также наши партизаны движения АТЭШ в Крыму сообщают, что оккупанты начали активное восстановление аэродрома в глубине полуострова. Они схватились в районе Феодосии и в районе Керчи, вот там на юго-восточной части Крыма, в надежде, что туда не достанет наши огневые средства. Ну, кстати, надо сказать, что АТАКОМС достает везде, по всей территории Крыма и даже достает до 145-й опоры Крымского моста. Мы помним, что между 145-й и 146-й опорой проходит демаркационная линия между нашей страной Украиной и Рашистской Федерацией. Поэтому я не думаю, что это принесет какой-то успех или дивиденды, но, в принципе, потратить деньги, силы и время они вполне могут, потому что строительство укрытий для самолетов, ну, во-первых, перевозка базы, всей технической базы для обеспечения полетов, всей радиотехнической базы, радиолокационной базы, это займет довольно большой промежуток времени. Плюс инженерное оборудование, то есть строительство укрытий для тех же самолетов, для ангаров, которые по техническому обслуживанию и ремонту, это будет стоить довольно больших денег и тоже займет довольно большое время. Особенно учитывая, что мы же будем помогать с ракетными атаками, мы будем помогать создавать эту, точнее разрушать эту базу. Они будут строить, мы будем разрушать. Поэтому это может превратиться в бесконечность, подготовка этих аэродромов к боевому применению. Конечно, в экстренном порядке, как военно-полевой аэродром, взлет-посадка, они могут его использовать, развернув на мобильной базе центр управления полетом, навигационные, радиолокационные станции и так далее. Но это совсем другой уровень защиты будет этого аэродрома. Так что здесь мы просто наблюдаем, как они пытаются создавать, точнее готовить для себя, для дальнейшего эксплуатации аэродромов, находящихся в районе Феодосии и Керчи. Ну а мы в готовности нанести очередное огневое поражение и этим аэродромам в том числе. Кстати, сегодня поговорим о крымских, о ударах по Крыму и там довольно интересные результаты. Вот вчерашний, позавчерашний удар, появились уже доказательная база, фото-видео фиксация тех объектов, которые там были уничтожены в ходе ракетных ударов нашими войсками. По огневым задачам. За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 10 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружений врага. Также был поражен узел связи и станция радиоэлектронной борьбы противника. В итоге за прошедшие сутки общие потери расистских захватчиков составили в личном составе 1240 оккупантов убитыми и ранеными. Также враг потерял в технике и вооружении в танках 13 единиц, боевых бронированных машин 27 единиц, артиллерийских систем 42 единицы, реактивных систем залпового огня 3 единицы, один самолет Су-25, 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, автомобильной техники 56 единиц и специальной техники 7 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на линии фронта от Харькова до Олеша. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну а теперь по Крыму два слова скажем. Рашисты отчитываются о ночном уничтожении над Крымом трех ракет Атакумс. Ну, слабо верится, потому что, во-первых, это баллистические ракеты на короткую дальность и средств сбития их нет. Ну да ладно. Но рашистские военкоры и местные паблики насчитали 10 ракет, более 10 ракет, которые достигли своей цели и взорвались на территории Крыма. Также якобы уничтожили три морских дрона в Черном море, следовавших направлении Крыма. Но в результате вот этих всех взрывов, опять же, по информации нашего партизанского движения, в Алуште был поражен узел связи, войсковая часть 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму. По их данным, на территории воинской части есть серьезные повреждения и куча, и большое количество двухсотых рашистов. То есть убитых в результате ракетного, группового ракетного удара по этому узлу связи. Я так понимаю, это еще советские правительственные или не правительственные, а будем говорить так, окружного уровня узлы связи, а может быть даже и видового, межвидового уровня. Почему? Потому что в Крыму был Черноморский флот, и флот связывался, естественно, с командованием военно-морских сил Советского Союза, которое находилось в Москве. И вот эти узлы связи сейчас рашистские оккупанты до них доукомплектовали более современной техникой, они их используют для управления войсками. А мы этих, ну что самое главное, надо нарушить систему управления войсками. Самое главное, нарушить систему управления войсками. Войска без управления это ничто. Они не знают, что им делать, и, соответственно, их легко водить в Оману и громить. Далее, также еще вчера вечером в Крыму было несколько бавовны, хлопков. Как говорят рашистские пропагандистские средства, сообщают, что прилеты были зафиксированы в Симферопольском районе, в частности в Гвардейском, это аэродром. Там находится Валуж, я вам уже более подробно сказал, узел связи. Рашисты докладывают, что потеряли три установки системы ПВО типа С-400 «Триумф», одна установка С-300, несколько радиолокационных станций, которые обслуживали эти установки и которые наблюдали из системы ПВО Крыма. Также повреждены, либо полностью потеряны более 20 единиц техники, которая готовилась к отправке на фронт. Есть данные о потере двух самолетов Су-25, я так понимаю, это на аэродроме Гвардейское. Ликвидировано 29 рашистов и раненых трехсотых, более 35 оккупантов. Вот ждем, по этой информации мы ждем официального подтверждения со стороны нашего командования. Пока что это выжимки из рашистских средств информации. И ждем, когда наш генеральный штаб подтвердит эти данные. А может быть еще их и расширит, потому что не все могли увидеть местные жители и военкоры и сообщить об этом в информационном пространстве. Так что вот такие вот потери еще надо приплюсовать, которые понес враг в течение прошедших суток на территории украинского временно оккупированного рашистами Крыма. Субтитры создавал DimaTorzok